Ух, как же здесь холодно! О, приветствую всех! В школе Джобса и на курсе английский за 26 уроков. Меня зовут Дастан. В этом уроке мы с вами поговорим о температуре, но не только о погоде, также о человеке. Как вы называете, ну, если жарко, чаще всего, что вы, какие слова используете? А если холодно, к примеру? Холодно. Да, хорошо. Давайте кроме этих слов расширим свой словарный запас и узнаем больше слов, связанных с температурой, да? Да, как мы сказали, говоря о погоде, мы чаще всего там говорим, да, холодный или что-то прохладное, морозное, да? И чтобы базовое, как вы сказали, cold, да? К примеру, давайте скажем холодное январьское утро. Как это сказать? Холодное, cold. Да, cold January morning, да? Значит, у нас первое слово, которое такое базовое, да? Cold, да? Связанное с холодом, морозом, да? Или давайте скажем, это самая холодная зима за последний год. This is the most cold winter. This is the coldest, да? The coldest, да? Зима, которую было We have had, да? То есть, это уже было, да, в прошлом, да? За годы, да? For years. Да, то есть, также можно образовать coldest, да? The coldest. Обязательно coldest. То есть, вы здесь указываете, да? Это именно эта зима за последние годы была самой холодной, да? То есть, здесь у нас идет сравнительная степень, если вы помните, да? То есть, это холодная, а это... Да, да, самая холодная довольно-таки, да? Хорошо. Или мы можем сказать, к примеру, на улице холодно. It is cold outside, да? It is cold outside. Или давайте также сделаем небольшой акцент о том, что вот... Холод, например, может быть в негативном смысле, да? Здесь мы можем называть как freeze, да? То есть, как в холодильнике холодно. Или freezing cold, да? То есть, freezing. Вот как на русском будет типа... Что прям... Да, такая холодная... Холодная... Сейчас, freezing. Что ж, вот кости ломит, да? Что-то невозможно холодное, да? Что-то. И, к примеру, да? Вот в горах особенно, да? Ночью очень холодно становится. Давайте, Тимур, скажи, пожалуйста, ночью в горах становится очень холодно. Gets, да? Gets freezing, можно сказать. It gets... It gets... It gets freezing... Cold? Freezing cold? Freezing cold. Но... Ночью? The evening... Не-не, почему? Ночью прям, ночью. At night. At night, in mountains. Да, in the mountains. Хорошо. Ну, а если холод вызывает приятные ощущения, как мы можем это называть? Слышали когда-нибудь? Chilly. Chilly. Да, это то есть приятный такой холод, да? К примеру, это может быть осенью, да? Часто такое бывает, да? Осенью. Можно, к примеру, сказать холодное утро в апреле, то есть и весной, к примеру. Как это сказать, Мадина? Холодное, такое прохладненькое утро в апреле. А чилы? А чилы? А чилы? Утро? Утром. В апреле. В апреле. В апреле? В апреле? месяц какой-то мы говорим, да, in May, к примеру, или in какой-то месяц мы говорим in, да, хорошо, также можно, к примеру, сказать, очень холодной погоде, кроме freezing cold, также можем просто сказать freezy, да, это более такая разговорная форма, так что, или можем сказать, к примеру, frosty, да, такие магазины есть мороженого, frosty, небольшая реклама, frosty, хорошо, хорошо, мы можем, к примеру, сказать, ясное такое, морозное утро, там, ясно, как будет, bright, да, bright, frosty morning, да, или, да, или очень холодное, freezing, можно сказать, freezing weather, да, то есть weather, имеется в виду о погоде, хорошо, и также, кроме вообще температуры и погоды, можно также говорить что-то о человеке, да, он замерзает или когда ему становится холодно, мы, к примеру, можем сказать, там, feel cold, да, то есть как feel cold, это у нас получается? чувствовать? да, дословно чувствовать холод, да, ему холодно становится. да, ты выглядишь холодным, давайте скажем. you look cold, да, you look cold, или, да, также, кроме людей, можем в каком-то помещении, то есть, да, не только на улице, не только о людях, но и в помещении, когда у было достаточно холодно, мы также можем использовать наши слова cold, что у нас там еще было, chilly или cool, да, как вы сказали. А вы, кстати, знаете происхождение cool, откуда произошло? нет. кроме cool, типа холодно-прохладно, что это означает? круто. круто, да, типа, да. я слышал, что когда раньше, вот, не было же, да, у нас этих, как называется, кондиционера, да, air conditioning, обычный, в таких помещениях, где были, типа, как тусовки старые, да, в 80, это каких годах, 1700 каких-то годах, открывали окна, и сразу было холодно, да, то есть, и тусовка, типа, была крутая, и прохладно было, вот из-за этого произошло слово cool, типа, от холода и круто. ну, ладно, это не важно, давайте скажем, к примеру, на первом этаже немного прохладно, прохладнее на первом этаже, помните, мы с вами, если вы были, конечно, у нас есть первый этаж, то есть, выше или ниже, да, то есть, выше, как будет у нас на английском? высоко, up, 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 да, down, да, то есть, и лестница у нас, stairs, да, stairs, и у нас получается upstairs или downstairs, это у нас получается, то есть, вы, если вы спускаетесь вниз, да, то есть, можно в подвал, да, это будет downstairs, если вы поднимаетесь на первый этаж, это особенно в Британии используется, потому что у них первый этаж, вот, считается нулевым, как бы, то есть, когда вы поднимаетесь, тогда это уже считается этажом, да, если мы говорим первый этаж, то, что уже находится на земле, да, в Британии это считается уже нулевым этажом, хорошо, давайте скажем, на первом этаже намного холоднее, давайте, снова у нас здесь сравнительная степень идет, да, если у нас cool, это холодно, да, значит, у нас добавляется холоднее, cooler, cooler, давайте скажем, it's much, cooler, нет, downstairs, можно сказать, да, на первом этаже, да, downstairs, первый этаж, ну, да, просто можно даже сказать cooler и все, и, да, также у нас, что есть, кроме помещений, о чем мы еще можем говорить, что вы думаете, о том, что что-то холодное, что-то холодное, да, еда, конечно, еда или напитки, да, foods or drinks, то же самое можем сказать, например, cool drinks, да, это у нас прохладительные напитки, к примеру, Тимур, какой твой любимый, what is your favorite cool drinks? Cool drink is Fanta. Fanta, окей, and what about you, Madina? What is your favorite cool drinks? Maybe compote? My favorite is cool drinks, Pepsi. Pepsi, окей, хорошо, ладно, давайте, да, кроме, конечно же, это напитков, да, также у нас есть еда, и здесь мы можем, к примеру, сказать chilled food, да, foods, то есть охлажденная еда, да, chilled food, ну, то есть специально она была охлаждена перед тем, как ее подавать, да, или да, также у нас есть вот пиццы, да, вы, наверное, встречали, да, они бывают замороженными, да, вот у нас мультик, как есть такой, который холодное сердце, в оригинале, как он называется, кто знает? Frozen. Да, Frozen, здесь мы можем сказать Frozen, там, там, Frozen Pizzas, да, то есть замороженная пицца, она уже была приготовлена, специально замороженная, и чтобы ее подогрели, да, Frozen. Ну, достаточно, по-моему, о чем-то холодном, давайте поговорим о горячем, то же самое получается, да, что мы говорили о горячем, какие вы слова помните? Hot, да, warm, или, да, если вот особенно в Азии, да, у нас, например, да, очень жаркое, например, что будет, как сказать, к примеру, что-то кипятить на английском, кто помнит? Кипятить. Boil, да, boil. И, к примеру, если у нас нереально жарко, мы можем сказать boiling hot, да, типа нереальный, как кипяток, boiling hot, то есть, да, по сути, характеризует какую-то жидкость, но, возможно, какое-то испарение от этого это произошло. Давайте скажем, к примеру, ешь свою еду, а обег, когда она горячая, да, while it's hot, да, пока она холодная, пока она горячая, да, ну, да, то есть, это идет о погоде можно, о еде, hot или также warm, да, у нас, ну, это, конечно же, да, что у нас о room или, давайте, weather, да, то есть, можно вместе даже сделать, если идет речь о помещении каком-то или на улице, да, мы, к примеру, да, как сказали, boiling hot можно использовать или также baking hot, baking, что это у нас? Bake. Печь, да? Да, то же самое, да, немного, даже есть аналогия в русском языке. Baking. Hot. Давайте скажем, было слишком жарко для игры футбол. Too hot. Too hot. Too playful. Да, да, too hot, да, то есть, можем добавить too, типа, слишком. Too hot. Или, да. Или в пустыне жарко. Здесь в пустыне нереально жарко летом. Baking, да, hot. Давайте скажем. Desert. Desert. Да, in summer, да, к примеру. Или скажем, давайте, в Дубае тоже нереально жарко летом. This. Breaking heart in Dubai. Окей. Ладно. Ну, здесь у нас речь идет о нереальной жаре, да, когда печет. Давайте также поговорим о теплоте. Это когда тепло, но приятная теплота, да, ну, не жарко, да. Как мы говорили, warm, да, у нас. Warm. Warm, not too hot, not very hot. Да, и как pleasant, да, то есть, нам приятно, да, иногда, да, это бывает. Какие времена года? Autumn, да. Да, да, да. Хорошо. Давайте скажем, мне не хотелось бы выбраться из теплой постели. Я не хотел бы. I didn't, то есть, мне не хотелось бы выбираться, выбираться. Мне не хотелось бы выбираться из постели, из теплой постели. I didn't want it. I didn't want to. Тут уже didn't, да, didn't идет. I didn't want to get out, да, выбираться. Of my warm bed. Отлично. Хорошо. И также давайте затронем температуру тела человека. Хорошо. Если у человека температура повышенная, так же мы можем говорить hot или там разговором так же boiling. И так же у нас есть такая, когда уже нереально жарко, это у нас получается feverish. Это у нас уже совсем человеку уже становится плохо, да, вы наверняка с этим встречались. Да. Feverish. То есть, to have a high temperature у человека, может быть. Это лихорадка, да, если я не ошибаюсь, да, есть такое, да, от жары. Солнечная. Да, да, возможно, может быть, да. Ну, давайте, если так же вам тепло, как мы говорим, если, ну, приятная теплота, мы используем. Warm, да, warm. Или, да, если, что нужно делать, если вам жарко, что вы делаете? What did you do? Пьем. Cool drinks, да? Drink phantom. Да, drink every day. Давайте скажем, я бы хотел холодный напиток, я просто горю. I'd like to drink. Cold. Cold drink. I'd like to cold drink. И я просто горю. I'm boiling, да, я просто теку, да, полностью, там, от жары. Хорошо, это, то есть, все, что связано с температурой какой-то, да, то есть, вы можете это использовать. Поседневная речь, это довольно-таки часто встречается, да, это у нас, если нам слишком жарко, что мы говорим, Тимур? Too hot. Begging hot. Если слишком холодно. Прям freezing, да, freezing cold. Или, а, если приятно холодно. Frosty, да? Frosty, да. Или chilly, да? Да, chilly weather тоже может быть. Хорошо, давайте теперь затронем грамматику.